Ну что ж, поскольку я совсем недавно прошел Getting Over It With Bennett Foddy, то думаю стоит высказать хоть какое-то мнение об этой игре, да и заодно открыть новую рубрику на канале, а вось зайдет. В этой рубрике я в основном буду высказывать свою конструктивную критику и свое мнение, которое нахер никому не вздалось. Ну что ж, сегодняшнего пациента зовут Getting Over It With Bennett Foddy. Эта игра, это попытка Беннета Foddy, а именно так зовут разработчика игры, сделать хорошую сложную игру. Очень жаль, что ничего не вышло. При покупке я надеялся, что игра вновь покажет мне, что я недостаточно хорошо контролирую мышь, и моя реакция далека от идеала, как в свое время это показали Super Meat Boy, The Binding of Isaac и Badass Hero. Ну что же мы получаем? Физика. Основное в таких играх. В игре практически она отсутствует. То горшок спокойно стоит на сильном уклоне, то скользит по нему на всех парах к пара от сам. Он может в любой момент спокойно уцепиться за выступающий пиксель, просто потому что так вышло. В один момент горшок падает и ускоряет атаку, словно он весит пару грамм. Секундой позже он уже весит как пару галактик. Зачем создавать различные типы поверхностей в игре, если методика взаимодействия с ними одинаковая, рандомная? Совершенно похуй на что опирается кувалда или горшок. Результат непредсказуем. Музыка. Ее нет. Вообще. Вернее вам могут включить какую-нибудь композицию вместо цитат известных людей, когда вы упали. Всего этих композиций где-то 3 или 4. Но не более того. При взбирании на гору и различные предметы вас будет сопровождать абсолютная тишина, изредка прерываемая неуместными звуками взбираний мужика с кувалдой в руках. Удивительно, но даже эти звуки никак не связаны с действиями игрока. Они тоже рандомные. Управление. Если кратко, оно всратое и убогое. Ох уж это привязка индикатора мыши к концу кувалды. Почему бы просто не сделать свободный указатель и направлять усилия от кувалды к указателю? Ответа нет. В итоге, это не зубодробительная игра, это диплом студента, не знающего физику, который склепал свой проект из стандартных моделек на юнити за 2 часа и несколько банок пива. Это творение подойдет только для стримов, где нужно люто бомбить на камеру и получать за это деньги. Хорошие и сложные игры основываются на четкой механике, выверенных до автоматизма движений и общей атмосфере. Вулкан действительно горит, когда ты из разу в раз ошибаешься, казалось бы, на простой вещи. Ты понимаешь, где и почему ты ошибся, и от этого становится действительно обидно. Это мотивирует и заставляет пытаться пройти один и тот же момент снова и снова. Рандом в таких играх это бессмыслица. Яркий пример. Совсем скоро выйдет геометрия дэш 2.2, в которой добавят рандом триггер. И я уже представляю, какой пиздец будет твориться в феатурет уровнях. Если у вас есть лишние 5 баксов, а именно столько стоит игра на данный момент, потратьте их на что-нибудь другое, серьезно. Один балл за идею, один балл за интересные цитаты, один балл за нормальное ломание четвертой стены. Три из десяти. Ну что ж, это было лично мое мнение. Ваша задача с ним либо согласиться, либо не согласиться. Напишите в комментариях, понравилась ли вам рубрика. И подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До встречи и всем пока. Играйте в хорошие игры. Субтитры подогнал «Симон»